Люди, которым 25 лет и больше. Какой самый суровый жизненный урок вы получили? Ёбанная жизнь. Жизнь может забрать любимого человека в любой момент, поэтому дорожите тем, кого любите. Уделяйте время семье и друзьям и часто говорите людям, что любите их. Это правда. Мой дедушка умер на следующее утро после того, как врач согласился выписать его из отделения интенсивной терапии. У меня нет ни одной фотографии с ним. Я никогда не говорила, как сильно его люблю. Кажется, мне так много нужно было сказать ему и спросить. Его смерть научила меня ценить людей и больше выражать свою привязанность. Это трудно, но необходимо. Никогда не знаешь, когда любимых людей больше не будет рядом. Ваше здоровье может быстро испариться. В этом году мне исполнилось 40. Женщина, которую я знаю с младших классов, в полной жизни, делала абсолютно всё сама. Я имею в виду вообще, блядь, всё. Занималась спортом, заботилась о себе. Однажды она почувствовала себя не очень хорошо, пошла к врачу, сдала анализы крови. На следующее утро ее врач звонит ей в 5 утра. Срочно приезжайте в больницу. Вам назначено срочное сканирование, как только вы приедете. В то утро ей поставили диагноз – агрессивная форма рака. Очень поздняя стадия, метастазы уже распространились на мозг. У нее было максимум 6 месяцев. Она умерла менее чем через 45 дней, и ее состояние ухудшалось стремительно. Она пыталась вести хронику в своем фейсбуке, но она довольно быстро прекратилась. Это несправедливо. У меня было нечто похожее. Я разговариваю с другом, с которым мы виделись в скейт-парке каждые выходные в течение многих лет. И он говорит мне, что у него нарушилось чувство равновесия. Визит к врачу, опухоль мозга, операция, осложнение, смерть. От этого разговора до его смерти прошло около 10 недель. Если ваш работодатель делает что-то незаконное или неэтичное, и вы решили вступить с ним в конфронтацию, ради всего святого, сделайте это так, чтобы все общение было задокументировано. Вы должны отстаивать свои интересы. Никто другой не будет этого делать. Ваши друзья из школы или универа исчезнут, если вы не будете стараться поддерживать с ними связь. Не только друзья из школы, люди вообще. Мне 38, и в разные периоды моей жизни у меня были друзья и родственники, которых уже нет в живых. Ты чувствуешь себя одиноким, когда люди, с которыми связаны определенные воспоминания, больше не могут тебе их пересказать. Кроме того, жизнь постепенно отделяет людей от вас. Затем вы проходите через перемены, когда некоторые люди просто идут разными путями, и вы уже даже не узнаете их. Вы также дорожите теми моментами, которые заставляют вас снова почувствовать себя молодым и живым. Или когда люди возвращаются в вашу жизнь, а вы и не подозревали, как сильно по ним скучали. Нельзя заставить кого-то полюбить тебя, давая ему больше того, что он и так не ценит. Все еще размышляю над этим. Иногда проблема заключается в вас самих. Вы можете делать все правильно и все равно потерпеть неудачу. Не лгите своему любимому человеку. Устраивайте трудные разговоры и доверяйте им настолько, чтобы они могли проводить их с вами. Дайте им шанс и не бойтесь, не избегайте говорить об этом, опасаясь отказа или осуждения. К сожалению, я усвоила этот урок с большим трудом. Есть по-настоящему отмороженные люди, которые живут и дышат тем, чтобы издеваться над другими людьми. Никто не спасет вас. Вы должны спастись сами. И можно вкладывать столько сил в других людей, что потом придется стать немного эгоистом и защищать себя. Только в этом году я заботился о своем отце в течение многих лет, а он украл у меня деньги. Я помог своей бывшей пережить трудный период в ее жизни в ущерб собственному психическому здоровью. Она всегда говорила своему психотерапевту и друзьям, как я ее поддерживаю. А потом рассталась со мной из-за того, что я не оказал ей достаточной эмоциональной поддержки. Мне казалось, что я поступаю как мудак, но я чувствовал, что мне недоплачивают, и сделал работодателю контрпредложение, которое сработало, и я получил большую прибавку. Все может пойти наперекосяк буквально в одно мгновение. Ага, был сегодня на работе. Второй раз за все время работы вернулся домой на обед, вместо того, чтобы есть на работе или брать фастфуд. Пришел домой. Нахожу свою маму, пострадавшую от инсульта, всю в крови. Она упала и ударилась головой. Вот так весь оставшийся день я провел в отделении неотложной помощи. Слава богу, с ней все в порядке. Семь швов спустя. Но вы буквально не представляете, во что ввязываетесь каждый раз. Ебаная жизнь. Будут люди, которым вы просто не нравитесь, которые могут вас даже ненавидеть, и вы никогда не узнаете почему. Это могут быть даже те, кого еще вчера вы считали друзьями. Иногда, если вы рискуете, чтобы пить шампанское, вы не получаете шампанское и на самом деле разрушаете свою жизнь. Это для тех, кто угождает людям, вроде меня. Вы можете прогибаться под всех, быть подстилкой, сделать целью своей жизни избегание конфронтации. И все равно, к 30 годам вы окажетесь суперзлодеем в чьей-то истории. Вы сами пишете свою историю. Установите свои границы. И поймите, что никакие девушки, пороки и деньги не стоят того, чтобы их нарушать. Поставить все галочки, необходимые для достижения успеха, еще не значит, что вы действительно добьетесь успеха. К 30 годам все те мелочи, которые вам сходили с рук и из-за которых вас все доставали, начинают вас догонять. Плохая осанка – добро пожаловать боль в спине и шее. Курение – добро пожаловать сильный кашель. Отсутствие растяжки – добро пожаловать скованность. Плохое питание – добро пожаловать различные проблемы со здоровьем. В молодости вы всегда чувствуете себя непобедимым. В 30 лет вы понимаете, что ошибались. У вас будут сожаления о том, что вы сделали не так хорошо, как могли бы. О том, что вы не заработали. То, что вы сделали, хотя не хотели делать. То, что вы не сделали, но хотели сделать. Не растрачивайте настоящее, зацикливаясь на прошлом. Используйте сожаления как уроки, чтобы изменить свои решения. Не садитесь за руль, когда вы сонны. Я заснул за рулем после ночной смены. Я пролежал в коме 2 недели и был частично парализован. После 4 месяцев пребывания в больнице я был уволен из армии США по медицинским показаниям. До аварии я был в отличной форме и пробегал около 16 километров в день, тренируясь для участия в соревнованиях. После аварии я не могу бегать. Урок – не садитесь за руль в сонном состоянии. Вы можете погибнуть или навредить кому-то еще. Кажется, что другие люди наделены мотивацией и самодисциплиной, и у них все получается. Если вы будете сидеть и смотреть по сторонам достаточно долго, ангел самодисциплины прилетит к вам и благословит вас желанием делать здоровые, продуктивные вещи, которые принесут вам пользу в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ложь. Вы должны встать с дивана и сделать то, что вам не хочется делать прямо сейчас. Это тот урок, который мне пришлось усвоить. Берегите свои ебаные зубы. Никто не сказал мне, что пломбы рано или поздно придется менять, и ты снова будешь платить за эту дыру через 10 лет, а потом еще через 10 лет и так далее. Изменено. Это не самый суровый жизненный урок, который я когда-либо получал, но потенциально самый дорогой. На самом деле люди не притягивают единомышленников. Если вы нормальный человек, вы мыслите в соответствии с золотым правилом. Но вот что я вам скажу. Найдется человек, которого вы считаете другом, который не только разочарует вас, но и обидит. И он даже не будет настолько дорожить вашей дружбой, чтобы позаботиться об исправлении ситуации. Черт, да они даже могут наслаждаться этим. Не то чтобы это был суровый урок, но один из самых важных навыков, которыми вы можете обладать, это налаживание контактов, нетворкинг. Учитесь налаживать связи как можно раньше и чаще. Участвуйте в общественных клубах, занимайтесь волонтерской работой. Все, что позволит вам заявить о себе. Вы увидите, как перед вами откроется целый мир вакансий и других возможностей. Я так и не научился этому навыку, и мои возможности по поиску работы всегда были очень ограниченными. Спасибо за просмотр и лайк. Пиши комментарий, не обязательно по теме. И до завтра.